Так, так вообще да, могу. Поэтому давайте без лишних вопросов поговорим сегодня про Telegram, про Pulse и про ВКонтакте и MyTarget, потому что больше ничего и не осталось. Меня зовут Ксения Климчукова, я представляю агентство Климчуковы.ру. Мы занимаемся интернет-рекламой. Что у нас сейчас на рынке в целом? Какие есть сети, какие в них охваты? Вот такая есть картиночка из Forbes, она летняя. Но я думаю, что плюс-минус ничего особо не изменилось. У нас по-прежнему на рынке есть ВК, YouTube, Telegram, TikTok, Одноклассники, Instagram, Facebook, всячески порицаемые террористы-экстремисты. Из этого всего осталось только вот это, что доступно нам для рекламы. То есть весь остальной трафик, он как был в этих сетях, так в них и остался. Но теперь мы на него особо не можем никак таргетироваться. Ну, конечно, мы можем там размещать разные посевы, с блогерами работать, но это совсем не то, что реклама. Что сейчас с этим делать? У нас в агентстве, естественно, от этого тоже структура поменялась. Примерно сейчас вот так. То есть почти половина – это Яндекс.Директ. Около трех процентов – это Google Ads, причем мы введем его в том числе и на Россию. Если будет интересно, потом могу рассказать отдельно. Довольно большой сегмент MyTarget и Pulse и VK и VK Ads. VK Ads – это новый кабинет VK, который направлен на мобильные приложения. Ну и по чуть-чуть Telegram и Avito. Вот примерно так и работаем. Давайте теперь конкретно про сети. Telegram. Что можно делать сейчас в Telegram? Прежде всего, это, естественно, посевы, то есть взаимодействие с блогерами или взаимодействие с каналами. Это как было, так и осталось, и все, в принципе, этим так или иначе занимаются. Вести на сайт у нас, получается, результаты хуже. Если введем в какой-то канал, то результаты получше. Ну, то есть подписки на каналы идут бодрее, чем лиды на сайтах. Второй вариант – это каким-то образом взаимодействовать с Telegram-ботами, то есть развивать самих ботов, вести трафик на этого бота также с посевов или с официальной рекламы. И третий пункт – это официальная реклама в Telegram. Она уже есть. На пару недель она стала подешевле, потом она снова стала довольно дорогой, но все же это не 2 миллиона евро и уже в целом более доступно. Начнем про посевы. Что такое посевы? Мы находим какой-то канал, говорим «Здравствуй, Вася, размести, пожалуйста, пост про меня», даем ему денежку. Ну, то есть схема, в принципе, очень простая. Искать каналы удобнее всего через Tegostad. Мы им в основном пользуемся, но есть еще альтернативные сервисы, там, Телеметр, например. Есть такие сайты, которые помогают договориться, типа маркетплейсов, но, как правило, в них каналы не самые качественные, не самые лучшие. И вообще, если вдруг какой-то канал стучится к вам и предлагает у себя рекламу, то, скорее всего, это не самый лучший канал, потому что на хороших каналах стоит очередь, и на хороших каналах размещение стоит дорого. Если кто-то заходит к вам сам, вероятнее всего, трафик там не слишком качественный, и, может быть, вам просто накрутит посещаемость. Разброс цен примерно такой. Если канал до 5000 подписчиков, то это около 5000 рублей, 10-20. Это 10-20. То есть примерно вот так сохраняется, но чем больше становится канал, тем меньше стоит его подписчик, грубо говоря, для вас, потому что далеко не все подписчики крупных каналов что-то активно читают или смотрят. То есть здесь примерно как в запрещенном Инстаграме, не все люди подписаны и активно вот это все читают. Не вся емкость нам доступна. Как определить, хороший ли канал перед вами и стоит ли в нем размещаться? В сервисе Tegestat есть довольно подробная аналитика по каналам. Выбираете канал, заходите в статистику и начинаете смотреть. На что можно обратить внимание? Во-первых, здесь вот анализ просмотров выделен. В анализе просмотров смотрим на графики того, как люди смотрят каждый пост. График в идеале должен быть с первым очень высоким показателем и постепенным снижением. Почему так получается? Выходит уведомление, человек заходит, начинает смотреть. То есть большая часть подписчиков канала смотрит в первый час. И дальше все меньше, меньше, меньше по нисходящей. Если мы видим вот такие рваные графики, как на нижней части, где крестик нарисован, то есть вероятность, что использовалась накрутка. То есть не успел блогер в первый час включить эту накрутку. Первый пик – это, скорее всего, естественные просмотры. И дальше средний пик – это, возможно, как раз работа накрутки. То есть трафик там не слишком чистый. Второй вариант – это там же в Тегестат посмотреть раздел «Эффективность рекламы». Там будут прошлые размещения. Вы можете оценить, во-первых, креатив. Может быть, будут ваши конкуренты, может быть, нет, потому что тематика очень разнится у всех. Посмотреть, какая была эффективность у каждого из креативов, сколько подписчиков пришло на рекламируемый канал и так далее. Если мы видим большой разброс, например, там где-то даже хуже стало, а где-то побольше, а где-то один, где-то триста, оцениваем креатив и пытаемся понять, была ли там накрутка, либо действительно проблема в креативе, то есть у одного рекламодателя он был хороший, а у другого плохой. Ну, то есть здесь, конечно, четких критериев нет, но чисто визуально, применив интеллект, можно примерно догадаться, насколько хорошим будет ваше будущее размещение. Боты. Здесь плохо видно, но там огромный бот, которого мы сделали в одном из конструкторов. Что можно сделать с ботом? Ну, во-первых, бот может помогать вам в продажах, то есть он может вести опрос покупателя, какие-то первичные вопросы задавать. Мы тестировали варианты с ботами, например, в сегменте продажи кухонь, когда бот опрашивает примерно как квиз, то есть он задает базовые вопросы клиенту, что он хочет, размер кухни, стиль кухни и так далее. Естественно, все это можно сформировать в готовую анкету и уже передать в CRM-систему, либо оператор компании работает в CRM-системе бота, где сохраняются все контакты того, кто с ботом пообщался. Второй вариант – это бот как мини-сайт. То есть если вы хотите использовать трафик из Telegram, но на сайт его вести сложновато, можно, конечно, но из официальной рекламы нельзя, например. Его можно ввести на бот, и для этого собирается бот-мини-сайт. Мы такой делали для ресторанов. То есть нажимаешь на кнопки, хочешь посмотреть меню, пожалуйста, хочешь забронировать стол, пожалуйста, и так далее. То есть основной функционал сайта очень кратко перенесли внутрь бота. И третий вариант – это бот-развлечение, который привлекает внимание к вашему основному продукту. Мы такой собрали для себя. У нас есть бот-маркетолог, который работает на морковном фреше. Ну, то есть мы там чисто поприкалывались, но любой из вас может зайти и пообщаться с этим ботом. Он дает прикольные советы. И вот, собственно, это его схема. Там на слайде плохо видна. И в конце, естественно, вы можете оставить заявочку, если вам понравилось. Где мы собираем ботов? Мы пользуемся бот-хелпом, но есть еще несколько вариантов. Я надеюсь, что у вас будут презентации, и вы сможете посмотреть, какие еще варианты вам подходят. Собственно говоря, что получилось с эксперимента нашего бота? Мы сделали этого бота развлекательного, мы завели на него трафик из официальной телеграм-рекламы, потратили 100 евро. 100 евро принесли нам 244 контакта в бота. Что значит контакт в бота? Когда мы собираем бота на каком-то конструкторе, то каждый человек, кто с ним взаимодействовал, сохраняется у нас, как в CRM-системе. Мы не видим, естественно, его телефон или адрес. Мы видим его ник в телеграме, и можем с ним общаться посредством телеграма. То есть мы ему можем обратно в этого же бота отправлять сообщение. Если он не остановил взаимодействие с ботом, а мало кто это делает, то мы можем и дальше попытаться с ним общаться. С этого всего богатства к нам пришло 4 лида. Они были, конечно, не такие классные, как приходят с конференции, вот, например, или как приходят с сарафана. Но, тем не менее, эти люди были заинтересованы в рекламе, то есть они были целевые. Помимо этого еще было 12 диалогов, но диалоги были довольно странные. Вот там справа пример, когда я пишу «Добрый день, Влад!», а человек мне пишет «Откуда мое имя?» «Имя мое откуда?». Вот. А он до этого бот спрашивал, как вас зовут, и он ему написал «Влад!». Собственно, я это увидев, написала «Здравствуйте, Влад!». Но, тем не менее, 12 диалогов, к сожалению, ни к чему не привели, из чего я делаю вывод, что трафик достаточно разнообразный, не всегда, возможно, адекватный, не всегда понимает, что он делает, но, тем не менее, трафика много. Это немножко успокаивает. Вот. И последний вариант с Телеграме — это официальная реклама. Официальная реклама может размещаться напрямую. Напрямую это 2 миллиона евро, если я не ошибаюсь. Один там в залоге как-то лежит, если вы один потратите, второй тоже сможете потратить. В общем, какая-то такая запредельная схема. Естественно, недоступная ни для нас, ни для наших клиентов. Из того, что доступно сейчас, минимальное пополнение 3 тысячи евро. Эти 3 тысячи надо потратить за год, причем за календарный. То есть если мы сейчас начнем в октябре, до 31 декабря нам надо потратиться. Из чего я делаю вывод, что начинать лучше в январе. Вот. Ну, собственно говоря, со всеми комиссиями и так далее получится 300, ну, почти 400 тысяч, что если поделить на год, ну, уже как бы не так страшно получается. Вот. Тем не менее, есть у каждой системы комиссия и каждая система платит НДС. Поэтому рассчитывайте на то, что еще 15-20% у вас уйдет на вот эти все поборы. И курс доллара или евро, соответственно, у каждой системы свой. Плюс-минус. Похож на рыночный. Размещаться сейчас можно через массу посредников. Основные на рынке это iTarget, Elama, Click.ru. Мы пользуемся Click.ru просто потому, что мы уже привыкли взаимодействовать с этой системой. Нам она очень нравится. Отзывчивая поддержка и так далее. Рекламировать можем только канал в Телеграме или бота, или отдельное сообщение в канале. Трафик из Телеграма на сайт вести не получится. Вот такой большой недостаток. Так. Мы потестировали все варианты открутки, чтобы я вам сейчас могла рассказать, что и как. Когда мы крутили на бота, мы сразу поняли, что аукцион там отдельный. Потому что мы заложили 50 евро, и они исчезли примерно минут за 20. Вот. На этом я, конечно, немножко подрастроилась, немного поменяла настройки, скопировала компанию, потому что в работающей компании настройки менять нельзя, поэтому пришлось ее скопировать и залить еще 50 евро, которые скрутились примерно за 30 минут. То есть в целом аукцион на минимальной ставке CPM 2 евро, то есть 2 евро за тысячу показов. А аукцион по ботам вообще пустой, нет там никого. То есть мы выкупили все показы очень быстро. Это было, конечно, не слишком хорошо. Мы рассчитывали покрутить пару недель, но тем не менее контакты пришли, общение было, пусть оно и было слишком стремительным. Как вы видите, график, да, очень такой небольшой, где в 15.30 запустились и в 16.00 почти уже закончили. Когда мы начали крутить на наш канал, у нас есть канал в Телеграме, я, конечно же, потом вам ссылочку, да, мы сначала попробовали таргетинг на каналы конкурентов. Ну, потому что, конечно, есть же куча успешных каналов, не таких, как наш, и мы оттуда сейчас трафик себе и перетянем. Но здесь CPM 2 евро дал абсолютно ноль показов, то есть реклама не шевелилась, мы поднимали, поднимали, поднимали CPM, пока не достигли потолка, ну, лично нашего психологического, 12 евро. Вот, соответственно, примерно вот в диапазоне 8-12 евро в разное время суток реклама крутилась. Она крутилась не так стремительно, как на бота. Здесь у нас легко получалось растягивать на день даже 15 евро, 20 евро, то есть они потихонечку откручивались, на следующий день мы немножко докидывали. Почему такие странные варианты с докидыванием? Потому что у Телеграма нет ограничений на бюджет, положишь 1000 евро, 1000 евро и скрутится, как только вот он сможет. Поэтому лучше каждый день по чуть-чуть докидывать. Вот, у нас из этого всего получилось примерно такой результат за подписчика, ну, там плюс-минус 120-150 рублей, плюс все налоги, сборы, вот это все. В других тематиках мы пробовали, там вот в ресторанной тематике, там немножко поактивнее шло, у нас все-таки интернет-реклама довольно тяжелая тема, далеко не всем нужна, как оказывается. Потом мы попробовали открутку на интересы. В Телеграме всего два таргетинга, это канала конкурентов и интересы. Вот интересы мы тоже попробовали, и по ним гораздо бодрее пошла реклама. Она не растягивалась на весь день, но и не скручивалась так быстро, как бот. То есть примерно там 2-3 часа получалось покрутиться, иногда чуть-чуть подольше, иногда поменьше. Тысяча показов стоит дешевле, чем по конкурентам. Примерно 5-6 евро вот у нас получалось так, и, соответственно, у нас получилось немножко лучше по подписчикам. Наверное, я не самый лучший вам скриншот нашла, но уж, пожалуйста, поверьте на слово. Короче, мы сейчас продолжаем эту рекламу крутить, и подписчики приходят. Собственно говоря, если бы не высокий ценовой порог, я бы показала вам гораздо больше кейсов. Ну, если вдруг у вас есть желание сделать это вместе с нами. Есть большой нюанс в оформлении постов в Telegram. Модерация, честно говоря, такая жесткая, потому что очень настырно проверяют орфографию, а я вообще, я человек, обожающий русский язык, но при этом меня и то не получается постоянно пройти. В точку в конце предложения ставить нельзя. Ну, вот такая вот у них пунктуация. Ну, и еще кучу всего нельзя использовать, включая те посты, на которые вы будете вести. То есть в них не должно быть буллитов, разрывов, строк, маркеров, нумераций, а у нас все посты красивые, все с буллитами. В общем, мы замучились под них делать некрасивые посты, чтобы они проходили модерацию. Нельзя использовать смайлики, заменять смайликами алкоголь или, как мы любим, что-нибудь такое подмигивающее. Нельзя нечетко формулировать рекламу. Ну, то есть, честно говоря, реклама получается крайне убогая. То есть наша реклама выглядит так. Рассказываем, как продвигать отель. И точки в конце нет. Ну, вот. Собственно говоря, какие-то там смешные классные вещи, которые обычно используются в таргете, какая-то интрига, это все не срабатывает, к сожалению. Запрещено сокращать ссылки. Все ссылки должны выглядеть как t.me, дальше слэш, там пост или канал и так далее. И канал должен быть реальным. Конечно, я слышала, что многие мои коллеги используют каналы прокладки для того, чтобы туда везти, оттуда везти. Но, честно говоря, я не очень люблю такой метод. Но, наверное, к этому приду рано или поздно, когда отчаясь уже бороться с его пунктуацией. Пульс. Мы успеваем. Пульс mail.ru. Что это такое? Это канал трафика, про который вы, скорее всего, не знаете, а он есть, и в нем есть люди. Пульс – это такая же штука, как дзен, только в mail.ru. Он размещается, собственно, на главной mail.ru. Если вы там поковыряетесь, вы найдете эти статьи. Он размещается на самом проекте Пульса и еще на куче виджетов на самых разных сайтах. То есть люди себе ставят виджет, чтобы монетизировать свой трафик. Мы можем в этих виджетах показывать свои статьи. Собственно говоря, настроек таргета там почти нет. То есть там есть пол, география и девайс. Ну вот и все. Собственно говоря, крутись как хочешь. Вот. Но при этом очень много трафика. И он очень дешевый. И мы решили все-таки покрутиться, потому что иногда количество может все-таки перерасти в качество. Как это выглядит? Ну вот примерно такие блоки со статьями. То есть это некая картиночка, назовем ее баннером. Это подпись к статье. И внутри, когда кликаешь, переходишь, открывается статья. В эту статью мы можем напихать ссылок. Хоть любое слово залинковать. Хоть два, три, сколько угодно. И в конце у нас идет scroll to site по аналогии с дзеном. То есть человек докручивает, и у него прямо снизу выползает ваш сайт. И если он очень бодро крутит, то сайт выползает даже без его особого желания. Вот. То есть это, конечно, дает некий процент лишних переходов и чуть более высокий процент отказов в метрике. Но мы что заметили? Чем больше ссылок в статью запихиваем, тем, конечно, лучше получается. Естественно, мы все их маркируем, ну, чтобы мы видели, метки ставим, чтобы мы видели, что там происходит. Советую вам не стесняться тестировать разные заголовки, разные картинки, потому что, по сути, это единственное, с чем взаимодействует пользователь. Другого варианта у нас нет. В том числе, если вам нужен точный таргетинг, а его там физически нет, пытайтесь таргетироваться с помощью заголовка. Ну, то есть, грубо говоря, если у вас болит живот там, то, значит, это для вас статья, читай. Ну, то есть каким-то таким образом попытаться выделить нужный трафик. Платим мы здесь за дочитывание. То есть если человеку заголовок ваш не нравится, он не кликает и не дочитывает, и мы не платим. То есть в целом можно такую схему применять. Преимущественно в Дзене сидит женский трафик. Это Москва, регионы, это 45 плюс примерно. Но, тем не менее, для очень многих тематик этот трафик просто то, что надо. Что у нас получилось? По цене ставка от 4 рублей за дочитывание. Если мы географически ограничиваемся, скажем, на одну Москву, то там уже где-то 10-12 рублей. Если шпарим прямо на всю Россию, то 4 рубля вообще легко. И довольно много, и довольно неплохо получается. Клик, то есть переход из статьи на сайт по ссылке, получается в среднем от 5 до 30 рублей. Ну, то есть 5 – это самый классный результат, которым я везде хвастаюсь, но в среднем это где-нибудь 10-15, что в целом тоже не так уж и плохо. Если вы начнете настраивать пульс, то вам важно зарегистрироваться в пульсе, параллельно зарегистрироваться в MyTarget, потому что вам нужен будет его рекламный кабинет. В пульсе, когда вы зайдете, он вам скажет, давайте сделаем ваш блог и будем его вести. А вы не ведитесь на это, идите в поддержку и пишите поддержка, уважаемая, я хочу рекламный кабинет. И только после этого он у вас появится. И тогда вы сможете в настройках соединить его с MyTarget. Ну, собственно, на этом и вся настройка заканчивается. Дальше можно уже публиковать статью и запускать ее в рекламу. У вас появится отдельная вкладка рекламной кампании, и там вы можете все настроить. В целом это все выиграть несложно, но если что, пишите, звоните, подскажу. Кейс. Что мы сделали с пульсом? У нас есть клиент, это БАДы, фармацевтическая компания выпускает БАДы. И вот какая была у нас ситуация. В 2021 году мы жили счастливо. Нам казалось, нет, а оказалось, да. Вот. У нас был трафик с Фейсбука, и с него приходило примерно 11 тысяч конверсий за какой-то период. Ну, это неважно, за какой. Но вот просто для сравнения с других, с MyTarget и с ВК у нас приходило 2 тысячи, и там тысячи с копейками. Потом наступил 22-й год, март, и перестало у нас приходить с Фейсбука. Соответственно, осталось только MyTarget и ВК. Накрутив туда как можно больше бюджета, мы смогли оттуда вытянуть 500 конверсий, 400 конверсий в это грустное время. Что делать? Ну, естественно, клиент негодует. Мы тоже ничего сделать не можем. Ну, мы все негодуем. Нашли пульс. Просто открытие года. Залили туда достаточно много денег и вытащили оттуда еще 1400 конверсий. Подняли на MyTarget, оттуда пошло, из ВК пошло, и сейчас идет. Конечно, вы скажете 11 тысяч и 1400, о чем ты нам говоришь. Какая фигня. Но, понимаете, когда нет вообще ничего, это тоже неплохо. И что у нас получилось по графику? Здесь плохо видно, но вот эта более темная полоса – это сумма затрат, а вот эта вот кривая – это количество конверсий. И получилось так, что вот он наш март, когда все было плохо, тут мы плакали. Дальше у нас жутко выросли затраты и низкие конверсии, а вот здесь мы нашли пульс. И получилось так, что затраты с конверсиями у нас сравнялись. То есть у нас снизились затраты, но выросло количество конверсий. И это было уже неплохим результатом. И плюс-минус похоже на то, что было до кризиса. Естественно, это не так идеально, как было, но мы все равно очень рады этому результату. ВК и MyTarget. Что изменилось в ВК в этом году? В ВК стало очень дорого. Там и так было не особо, но стало вообще дорого. Аукцион немножко явно перестраивают ребята, поэтому он ведет себя не так, как раньше. Если раньше, я всегда на всяких обучалках говорила, дробите аудитории, делайте маленькие классные аудитории. Теперь нифига это не работает. Приходится делать какие-то здоровые аудитории, которые не всегда отрабатывают хорошо. То есть они пытаются сделать, как запрещенная сеть, но получается не совсем так. Так, март, апрель, май. Мы вообще мучились ужасно. К июню более-менее устаканилось. То есть автоматические ставки не отрабатывали. Сейчас начали отрабатывать. На ручных ставках приходилось жутко задирать, постоянно менять что-то. Сейчас уже тоже стало получше, поспокойнее, к славу богу. Цена клика очень сильно отличается от тематики. То есть есть какие-то тематики, я их там попозже назову, где вообще никак не идет, как не крутились, что не пробовали, денег много или нет. А есть тематики, в которых вообще неплохо идет. То есть тут как-то, видимо, без теста точно ничего не получится. Но трафик, конечно, более вялый, чем он был из тех сетей. Он такой меньше конверт. Но конверт все-таки что делать-то? Что мы делаем сейчас в ВК? Крутим в основном B2C темы. То есть B2B идет плохо. B2C крутим там, где преимущественно региональная тема. То есть регионы заходят лучше, чем столицы. Используем в основном запись с кнопкой. Ну так, средненько, карусели. Используем лидогенерацию. Неплохо. Она действительно генерит лиды и даже настоящие. Используем товарную рекламу. Вообще очень даже неплохо идет. Особенно товарка вместе с ретаргетингом, который автоматически создает ВК. Ну и, конечно, промо-посты крутим, потому что, несмотря на то, что они вроде бы как ведут в группу, зачастую из группы человек все равно переходит на сайт. У нас есть клиент с обувью. И вот по такой схеме через промо-пост. Смотрите, у нас распродажа в промо-пост. И на сайт очень даже неплохо пошло. Парсинг, который мы раньше использовали, стал работать хуже. Look-alike работает so-so. То есть где-то работает, где-то не очень. Но в целом, конечно, ВК стал больше тяготеть к автоматизации, к упрощению, к тому, чтобы меньше мучиться и как бы больше, по идее, получать. Что по кейсам? Ну вот из самого лучшего у нас был, например, отель в Крыму на сезон. Сезон был не очень в Крыму, я вам скажу. Но тем не менее, низкий ценовой сегмент отеля, клики вот по 10, по 9 рублей вообще легко вытаскивались и заявки шли от самых смелых. Кухни на заказ, продвижение товарных карточек. Это как раз та самая товарка. И здесь, в принципе, неплохо. Мы залили в группу все кухни, какие есть, поставили цены. И люди смотрели эти кухни, оставляли заявки в группу. Собственно, смотрели кухню и либо они переходили на сайт, оставляли там заявки, либо они писали в директ группы. То есть все равно взаимодействуют с группой обязательно. ВКонтакт гораздо больше с ней связан. Что касается MyTarget. В целом MyTarget трафик конвертит отчасти хуже. Я так написала, хуже. На самом деле в БАДах он конвертит лучше. Но вообще MyTarget более медийная история. То есть там охваты больше, форматов больше, возможностей гораздо больше. Можно покупать аудитории. Но при этом это все чуть более медийное за счет того, что размещается не только на соцсетях, то есть не только ВК и Одноклассники, но размещается еще и на проектах Mail.ru. То есть там почта, леди, вот эта вся штука. Вот там получается чисто медийный трафик. Сейчас MyTarget лишился рекламы мобильных приложений. Вся она переехала в ВКС. Если вы попытаетесь завести там рекламу, вас уже отправят в ВКС. Произошло буквально вот на той неделе. Процент отказов по MyTarget порой бывает крайне высок. Поэтому экспериментируйте с форматами. Мы пытаемся что-то найти. Что вот мы сейчас делаем? Если у нас, например, есть бюджет побольше, то мы закупаем аудитории. В целом получается не так уж и плохо, если мы их точно закупаем, ну такие прям качественные. Там в MyTarget эти аудитории продаются. При продаже лучше, конечно, брать вариант за показы, потому что так подешевле немножко получается, чем за клики. Но, тем не менее, на маленьких бюджетах это вообще не работает. Потому что вы потратите все на аудиторию, особо на аукционе не покажетесь, кликов толком не будет. Для маленьких бюджетов аудитории по интересам работают намного лучше. Вот честно, прям базовые интересы в MyTarget. Ставьте, и это будет гораздо лучше. Мы тестируем видеоформаты. Сейчас еще идет тест дополнительно. Native roll и pre-roll будем тестировать. До этого протестировали горизонтальное квадратное видео. В целом получилось не так уж и плохо. То есть даже может быть местами получше, чем мультиформат. Ну и мультиформат – это стандарт. То есть если у нас, например, есть задачи много запустить мультиформатов, то мы обычно через промо-пульт автоматом нарезаем это все и запускаем. А если вручную несколько, то в самой системе. Достаточно адекватная цена клика. Вот здесь по видео получается цена клика 16-17 рублей. CTR 0.8, 0.6. Для MyTarget это нормально. Ну то есть, конечно, это все выглядит грустно, но в целом ничего для видео. А если берем мультиформат 0.5, 0.4, 16, 13 – это вот у нас стоматология. Заявки идут. То есть это стоматология по Москве, это у нас брекеты и реставрация. Достаточно дорогие услуги, долгие. То есть здесь лид может стоить и больше 1000 рублей. Соответственно, в принципе, пока что клиент устраивает. Работаем дальше. Что хорошо идет в этой связочке, что плохо. У нас хорошо пошла мебель, кухни, низкий средний ценовой сегмент, Москва, регионы. Путешествия, отели в летний сезон, конечно, тоже ничего, средний, низкий ценовой сегмент. То есть, ну понимаете, дорогого там, дорогой продвигать там сложновато. Регионы, опять же, вся РФ. B2C, детские товары, обувь, аксессуары, все нормально идет. Есть много трафика. Опять же, вся Россия. Услуги, стоматология, Москва, пластическая хирургия, Москва, тоже лиды с MyTarget есть. В частности, на мамопластику, ринопластику и так далее. Плохо идет. Вот, недвижимость, вообще слезы просто замучились, кучу денег слили, все перепробовали, недвижка идет очень плохо. B2B-сегмент тоже полный ноль. То есть, люди почему-то в бизнес, тему из этой соцсети не хотят переходить, ни в пульсе, нигде у нас не получилось. Ну, возможно, это у нас. Может, вы попробуете, у вас получится. Цифровая техника, электроника. Все, казалось бы, неплохо, но дико дорого. Перепробовали тоже все варианты настроек. Телефоны там, компьютеры. Очень, очень дорого. Вот. А я успела. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал. А я там пишу много интересного, в том числе и кейсы выкладываю. И, надеюсь, организаторы простят мне такую маленькую рекламу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!